Великий пост – особое время в жизни православных. Духовная весна, весна покаяния, называют его святые отцы. И мы это чувствуем, с радостью ждем первой седмицы, по-русски неделя поста. Цель Великого поста – покаяние. И не просто перечисление грифов на исходе, а изменение жизни. Церковь на богослужениях начинает готовить нас к Великому посту за четыре седмицы до на его начало. На воскресенье другие читают открытки из Евангелия к руке о мытаре и заскее, который встретился со Христом и покаялся и изменился, стал совсем другим. В следующей подготовительной неделе – воскресенье – читаются евангельские притчи о мытаре и фарисее, о будном сыне, о страшном суде. Они готовят нас к Великому посту. Прощенное воскресенье, в последнем воскресенье перед постом, вспоминается изгнание Адама и Евы из Рая. И уже на следующий день в храме начинаются особые службы поста. Церковь учит нас поститься, время от времени отказываться от чего-нибудь, что нравится, вкусной еды или каких-нибудь удовольствий. Это и называется постом. Но самое главное – делать добрые дела, жить со всеми в мире, помогать родителям, малышам, учиться хорошему. Так мы станем ближе к Богу. Мы стараемся исправиться, стремиться к Богу, и Бог идет нам на встречу. Почему каждый год мы постимся перед Пасхой? Сорок дней мы постимся, как Христос сорок дней постился в пустыне. А в Страстную Седмицу мы вспоминаем в последних днях Его земной жизни. О том, как Он умер на кресте, как сошел в ад и вывел оттуда Адама и Евы и всех праздников. Христос воскрес и откроет рай для них и для нас. Значит, мы тоже воскреснем, как Он. Вот почему с такой радостью празднуем Пасху, День Воскресения Христова. Чтобы почувствовать важность и красоту Великого Поста, надо почаще ходить в храм, а дома читать жития святых, предания о подцах-пустынниках, сказания о чудотверных иконах. И в старину, и сейчас дети с удовольствием читают, как лет любил старца Герасима и слушался его, как после многих лет постнического труда шла по воде, якобы осуха преподобная Мария Египетская. В этой книге на каждый день Великого Поста подобраны рассказы, притчи и даже отрывки из Евангелия, которые понятны детям. Притчи – это интересные истории. Они короткие, но очень мудрые. Мы увидим много образцов покаяния от Закхея до благоразумного разбойника, который покаялся в последние минуты жизни на кресте, и первым из людей вошел в Царство Небесное. Постараемся мы стать хоть немножко лучше и с радостью встретим светлое Христово Воскресенье.